Пять человек погибли в паводковых водах в Каркаролинском районе. Первое ЧП произошло недалеко от поселка Бесаба на автодороге Бесаба-Каршоке. Автомобиль УАЗ с 13 пассажирами сорвался в реку. В результате погибли трое, среди них 13-летний подросток. Второй чрезвычайный случай произошел в селе Нуркен. Два родных брата утонули в зоне обильного подтопления возле реки Копа. Семья Бельдиновых потеряла в трагедии. Под поселком Бесаба сразу двоих домочадцев, главу семейства Булата и его 23-летнего сына Жан Булата. Они и еще один подросток погибли в паводковых водах. Автомобиль УАЗ, на котором они ехали, сорвался в реку. В этот момент в машине находились еще 10 человек. К счастью, им удалось выбраться самостоятельно. Спасатели обнаружили тела погибших лишь на следующие сутки. Убитые горем родственники уверены, трагедии можно было бы избежать. В 7 вечера Аким позвонил моему брату и приказал ему привезти из села Каршока людей. Брат взял с собой сына и участкового. Это была эвакуация. Они посадили людей и поехали обратно. В пути в машину врезалась снежная глыба. Машина перевернулась из-за этого. Не из-за неопытности Булата. К тому же альтернативной дороги, как утверждают спасателей, там не было. Семья Абельдиновых намерена доказать, что виновны в этой трагедии местные власти. А между тем в областном департаменте по ЧАЭС провели экстренный брифинг с участием представителей Акимата, ЧАЭС и ДВД. По информации спасателей, никакой повышенной паводкоопасной ситуации в Каркарлинском районе нет. Естественно, это был перелив на том участке, и нельзя было проезжать на этом участке. Перелив по реке большой протяженности, последствий, который был размыт в районе водопропускной трубы. Глубиной где-то полтора метра, длиной где-то порядка десяти метров участок был размыт. Уже это на следующий день. Поэтому вот просто нарушение безопасности. По словам чиновников, цель данной поездки неизвестна. Власти также отрицают, что погибший шофер был послан для эвакуации людей. По факту гибели троих человек начато досудебное расследование. По УАЗам возбуждено уголовное дело по статье 001, то есть смерти лица. На сегодняшний день создана следственная оперативная группа, назначена судебно-медицинской экспертизой. Проводится расследование. Вторая трагедия произошла в селе Нуркен. Два родных брата утонули в зоне обильного подтопления возле реки Копа. Утром 2 апреля мы выехали вместе с утонувшим Дарханом на поиски лошадей. Когда ехали назад, уровень талых вод поднялся до 2-2,5 метров и смешался с речкой Копа, которая протекает рядом с селом. Мы не смогли самостоятельно переправиться и позвали на помощь. Приехали брат Дархана, Сайран и еще несколько мужчин. Решили привязать лошадей друг к другу и перейти в воду. Но случилась трагедия. Первым под воду ушел Сайран, а Дархан бросился за ним и тоже утонул. По словам очевидца, скорее всего, братья погибли. Сам же мужчина еще около 6 часов провел в степи, дожидаясь эвакуации. Все это время местные жители пытались переправить ему еду и теплые вещи. Спасти Сунгата удалось лишь в 5 утра. У погибших братьев остались семьи и дети. Данное ЧП также будет расследовано. Самое интересное в том, что спасатели оба случая с паводками никак не связывают. И этот случай также привел к тому, что они не справились с той силой волной, которая имела место на этом участке разлива реки. И что привело к утоплению двух мужчин 36-41 года. Всего, по официальным данным, в области было потоплено 8 населенных пунктов. Вода потопила более 20 домов и дворов. Больше всего пострадали Шетский и Каркарлинский районы. 36 человек из отделения Акшагаджа Наркинского района эвакуированы в село Бидаик и Атасу. Возведено 2,5 километра временной насыпи. Выстроено около 9 тысяч мишкатары. Откачено более 7 тысяч кубометров воды. В этих работах задействованы 594 человек. Сотрудники ЧС предупреждают, период весеннего половодья еще не окончен. Аем Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.